Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область вошла в число лидеров ПФО по росту налоговых поступлений. В 2023 году налоговые сборы в консолидированный бюджет России по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7,5%. Таковы данные аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза». Если брать регионы по отдельности, то есть те, где рост этого показателя значительно выше, чем в целом по России. В их числе и Кировская область. Увеличение налоговых поступлений в бюджет за 2023 год в нашем регионе более чем на четверть. Это третье место по ПФО. Также в тройке лидеров в нашем округе Чувашия и Нижегородская область. ЭКОНОМИКА Мамы первенцев в Кировской области начали получать выплаты. Первые пособия получили уже более 100 молодых мам. Речь идет о доплате к уже имеющимся социальным начислениям. Так, чтобы общий объем средств, которые мама первенца получает ежемесячно, достигал уровня средней зарплаты по региону – 38 200 рублей. Это новая не только для Кировской области, но и для всей страны мера поддержки, которая действует в нашем регионе с 1 января этого года и касается первенцев, рожденных после этой даты. Всего в Кировской области сейчас 30 мер поддержки семьи с детьми. В эфире «ЭКОНОМИКА». 178 тысяч в месяц надо кировчанам для счастья. Жителям города задали вопрос, сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Ответ – 178 тысяч. Это усредненная сумма, причем она меньше, чем полгода назад на 2000 рублей. И в целом, по своим запросам, кировчане оказались самыми скромными среди жителей других городов, где проводился опрос. Больше всего денег для счастья нужно москвичам – 267 тысяч в месяц. На втором месте – Владивосток – 250 тысяч. На третьем – Санкт-Петербург – 237. В топ вошли также Челябинск, Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа. А среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тысяч в месяц, причем мужчинам на 30% больше, чем женщинам. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.